Всем привет, ребята! Понедельник, 16 сентября, прекрасный солнечный денёк, я так сказала, прекрасный! Замечательный просто! Ветерок такой приятный, я, естественно, пользуюсь случаем и навожу во дворе порядки. С этой стороны уже практически везде покосило, надо будет там пройти стримером покосить, немножко листья пособирать с ореха, которые попадали уже сухие, какие-то кустики хочу подстричь. Здесь цветок такой рос, я его всегда на осень полностью обрезаю. Вот это, по-моему, тоже у меня гортензия, не по-моему, а точно. Сухие ветки посрезала, в общем, навожу порядки, и у меня есть одна идея, сложно здесь, конечно, говорить, У меня есть одна идея, я уже давным-давно хочу здесь переделать вот этот участок, облагородить вокруг... Я как начинаю говорить, так куча машин едет. Облагородить вокруг магнолий, у меня есть агроволокно, у меня есть камни, те, которые остались, той клумбы, которую я делала со стороны крыльца, вот я хочу их высыпать. Скорее всего, что их будет недостаточно, но как будет возможность, то докупим и досыпем. Главное сейчас сделать, и еще знаете, по какой причине я хочу здесь сделать? Во-первых, это будет красиво, удобно потом траву косить и все остальное. А во-вторых, я хочу снять вот этот слой с травой, ну, естественно, я его буду снимать, я уже здесь подкопала все, наверное, плохо видно, но, в общем, вокруг подкопала. Я буду снимать этот слой с травой, и тем самым я сделаю красоту на виду здесь. Сейчас дойдем. Вот с этой стороны хочу положить вот так траву, она потом прирастется. И с этой стороны вот этот участок, потому что, ну, честно, я уже устала от этой грязи, Фоксик приходит, вечно подкапывает, я хочу все это облагородить. Поэтому я Бруна завела домой, чтобы он не бегал, потому что мне надо будет открыть и с этой стороны ворота, и здесь калитку. Сейчас буду всем этим заниматься. Здесь мои цветочки, там Мина сидит, кавку пьет, его не видать. А? Не слыхать, что ты там, увишь, ветер сильный. Здесь моя лавандочка, которую надо будет пересадить на зиму в землю. В общем, работаем. Сегодня у меня по плану, как можно максимально больше сделать порядка в отваре. Навела на клумбе тоже здесь порядок, посрезала все сухие цветы, подвязала гортензия, то белая должна быть гортензия, подвязала хризантемы. Я, честно говоря, не знаю, какие это будут хризантомы, хризантемы. Очень они высокие, это, скорее всего, знаете, такие большие будут шары, либо белые, либо желтые. И, скорее всего, это те хризантемы, которые я покупала в бедронке. А те, которые на рынке покупала, как я их там не высаживала, как я что не делала, как мне рассказывали, они у меня не принялись вовсе. Ну и гортензия моя. Эта гортензия другая. Это такая кустовая большая. У меня их три сорта. Вот есть такая, есть такая, есть еще вот такая вот. И она мне чем-то напоминает ту гортензию, скорее всего, что она такая будет, как вот эта вот. Сейчас посмотрю по листикам. Ну да, да, это, скорее всего, такая же будет гортензия и там. Еще этот кустик надо немножко так его сформировать. А что самое сложное, что мне нужно сделать обязательно, это каким-то образом встать на стремянку, дотянуться как можно ближе туда и посрывать вот тот вот плющ, потому что это не есть хорошо, что он полез там по пластику, еще повредит пластику. В общем, с этой стороны мне надо как-то почистить. Как я это буду делать, я, честно, ума не приложу. Я думала с балкона, но с балкона тоже неудобно. Короче, я не знаю, как мне это сделать. И с этой стороны, естественно, тоже мне надо каким-то образом сюда залезть. Ой, работы, конечно, в своем дворе всегда работа найдется. Вон, видите, надо залезть и обрезать. Но я как-то тут уже обрезала. Было дело. По-моему, вот труба, вытяжка, вот, по-моему, я сюда доставала и вот так вот обрезала. Короче, надо как-то это сделать. Конечно, само это неудобно, стремянка шатается, опасненько, но ничего не поделаешь. Надо делать. На голове, как всегда, не пойми, что. Еще тут что-то у меня выскочило, болючее большое. Ой, господи. Возраст добавляется, а переходной возраст никуда не девается. Прещами все так же по-прежнему сыпет. Пока пью кофеек со своей любимой кружки док-мама. Еще у меня есть такая кэт-мама кружка. В ППК покупала. Пока буду пить кофеек, поделюсь с вами новостями, не очень хорошими. А именно, некоторую часть, некоторую территорию Польши очень сильно затопило. Вот несколько дней. Ужасные потопы. Поднялся уровень воды в реках. И там маленькие местечка, города, рядом с Вроцлавом. Их очень сильно затопило. Сейчас Милошу относила кофе. Он смотрит новости. По-моему, местечко Клодзь. Там вообще просто ужас, что творится. Некоторых домов вообще нет. Есть люди, которые погибли. Например, там хирург какой-то возвращался с работы. И он не знал о том, что вообще происходит. Ехал на машине. И его потоком воды просто-напросто смыло, унесло. Если я не ошибаюсь, на данный момент говорят о том, что уже 5 человек, которые погибли из-за этого потопа. Вообще, на самом деле, что-то ужасное творится. Чехию там вообще просто много затопило. Большую часть, большую территорию Чехии затопило. Когда заходишь в ТикТоке и смотришь эти видео про потоп, про то, как люди там бедные бегают, непонятно, что делать. Кто-то помогает, собирает эти камни, насколько это возможно. Откачивают воду этими помпами, насосами. Ну, понятно, что это ужас. Это ужас. Но заходишь в комментарии, читаешь, сколько злых людей, ребята. Я в шоке. Я не понимаю, почему мир настолько жестокий. Чем, как говорится, дальше, тем хуже. Читаешь эти комментарии и думаешь, господи, ну что с людьми произошло? Где сочувствие, где милосердие, где сострадание? У меня такое ощущение, что все эти чувства и понимание того, что когда какому-то человеку плохо и нужно проявлять милосердие и сочувствие, оно просто стёрлось вообще с земли. Люди вообще стали, я не знаю, как назвать людей, настолько жестокие, настолько ядом своим плещут, настолько ненависть какую-то свою изливают. А самое, знаете, что обидное, что ТикТок это такая платформа, где пишут очень много говна, пишут прям ядом своим брыжут. Я хочу как-то там поддержать автора этого видео и пишу комментарий, чтобы человеку дошло. А ТикТок блокирует мои комментарии, хотя там нет никакого оскорбления, ничего. Я подаю апелляцию, мне пишут, ваша апелляция не рассмотрена, ваш комментарий удалён по причине того, что вы нарушаете права человека. То есть, когда ты заступаешься, когда ты просишь людей быть милосерднее, сочувствие, это называется, что я нарушаю права человека. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как ТикТок блокирует эти комментарии. Как кто-то пишет какие-то маты, оскорбления прямым текстом, ТикТок не блокирует. Как ты пишешь, что люди, очнитесь, что у вас с головами, у вас вообще есть мозг или нет, очнитесь, что вы пишете. Вы нарушаете права человека, вы оскорбляете человека. Чем я оскорбляю? Тем, что прошу, чтобы включили мозг, прежде чем писать такую гадость людям и злорадствовать чьему-то горю. Особенно мне, знаете, что поражает во всех этих комментариях? Когда украинцы говорят, что вот вам так и надо, поляки, это вам за то, что вы прячетесь за нашими спинами, что досиделись, вот, получаете, это вам так и надо. Алло, украинцы, очнитесь, у нас до сих пор продолжается война. Она у нас с 2014 года, эта война полномасштабная, с 2022 года. Очнитесь, вы в своём уме, вы злорадствуете, вы говорите людям, что так вам и надо. Вы, ну, как бы включайте головы. Я честно вообще не понимаю. Напишите в комментариях, как вы считаете. Это нормально, когда вот у нас до сих пор на нашей земле происходит ад полнейший? У нас горе на горе, каждый день, каждую минуту кто-то умирает на Украине. И вместо того, чтобы, как бы, наоборот, сплочаться между собой, с другими нациями, с другими странами, вы, наоборот, берёте и подливаете масло в огонь. Ну, а с другой стороны, я понимаю, что человек адекватный, который здравомыслящий, он никогда не будет писать такие гадости, никогда не будет злорадствовать чужому горю и желать всего плохого другим людям, неважно какой национальности, неважно с какой страны. А люди, которые, ну, у которых с кукухой не лады, те, понятное дело, и пишут такое дерьмище. Ой, короче, почитала, посмотрела и думаю, пошла я наводить порядки и подальше от этого интернета. Иногда вот так вот зайдёшь в соцсети, посидишь, почитаешь, посмотришь и понимаешь, насколько мир упал, упал, и вообще непонятно, что оно дальше будет, и где эти люди, которые адекватные. Ну, надеюсь, что нас большинство. Всё, пью кофеёк и иду работать. В Польше ночью случился настоящий апокалипсис. В результате наводнения на юге Польши затоплены города Глухолазы и Клодска. На видео попал момент, как в Глухолазах сорвало два моста, временный деревянный и будущий, который ещё строился. Пассажирское железнодорожное движение между Чехией и Польшей приостановлено. Премьер-министр Дональд Туск сообщил о первой жертве стихии. В Нижней Силезии без электричества остаются 17 тысяч человек. Уровни тревоги превышены в 18 местах. Синоптики прогнозируют, что волна-поводка достигнет Вроцлава 17 сентября. Ехала служба Энерго. Не знаю, что они будут делать. Наверное, ничего. Они просто говорили, когда сезон закончится, когда аисты улетят бочаны, то они приедут, либо будут делать платформу на следующий год, либо просто проверят, как тут всё происходит, не лежат ли ветки на проводах. Ну, там ветки на проводах лежат. Ага. Ну, они решили ничего не делать, я так понимаю. Поехали дальше. А может, они и просто едут и смотрят, где какое гнездо, как что происходит. Фу, ребята, я запыхалась. Смотрите, что у меня здесь. Рабочий процесс продолжается. Осталось ещё чуть-чуть доделать. Пить хочу, не могу. Ворли пересохла. До начала седьмого. Я думаю, что у меня так голова болит. А я кроме кофе сегодня вообще ничего не ела. Смотрите, какую красоту я сделала. Уже сегодня не буду. Там вот тут и вот тут будет расти лаванда у меня. Но я её сегодня сажать не буду. Я её просто вот так поставлю. Ой. Я её только что залила. Вот так вот поставим. Пусть стоит. Завтра буду пересаживать. Мне надо идти с Бруно гулять. Я, честно говоря, не знаю. Думаю, может в Жеромин поехать с ним погулять. Потому что там вроде как на школьном дворе детвора играют в футбол. Насколько я поняла. Все едут туда на великах. Надеюсь, сильного ветра не будет, не поздувает. Тут мне всё это за дерево растёт в лаванде. Ну, вот такую клумбочку я создала. Ну и, естественно, я отсюда выкапывала землю вместе с травой. А, кстати, приехала Доноша с работы. Это не её машина. И недавно у Доноши был день рождения. Милаш увидел на фейсбуке. Мы позвонили, поздравили. Как раз это было тогда, когда Ниночка к нам приехала. И я пообещала Доношу, что обязательно от нас с Милашем подарок. Ну, всё. То болело, то ещё. Ну, я её вообще не люблю, знаете, дёргать людей. Думаю, я её увижу, я ей подарю. Она сегодня приехала. Я бегом, голопом на второй этаж побежала. Подарила ей своё изделие, естественно. Тыкву оранжевую. И в ней залита свеча. Запах тоже тыквенный. Ей очень понравился запах. Сказала, ой, спасибо огромное. Ну, и Доноша из тех людей, которые не могут, чтобы что-то взамен чем-то не отблагодарить. В общем, изначально принесла мне лоток яиц. Я их туда на стол уже отнесла. И ещё принесла мне потом растение. Вот такое растение. Я его посадила по наддомам. Она сказала, что оно будет разрастаться и вот так вот плестись, плестись по земле и будет жёлтым цвести. Говорит, посади его туда куда-то в угол. Я говорю, а если я здесь посажу? Я бы хотела, чтобы вот здесь вот так вот вырос такой ковёр, который цвёл бы красиво. Вот. Так что, мне Доноша тоже презентов надарила. Сказала, что очень нравится ей то, что так красиво делаю здесь клумбочку и что там трава растёт. Завтра уже буду здесь заниматься. Там надо попрорвать не бурьян, а кое-где кроты там накопали. Надо выровнять, подмести всё. Вот. Всё уже завтра, на сегодня хватит. Так, землю вот эту, которую я выкопала. Я её всю вот сюда вот так вот полостами уложила. Видите, здесь вот так вот сделала, чтобы не земля была, а чтобы вот такая травка. Она, возможно, не сразу примется, но со временем примется. Также сделала то же самое здесь. Прямо смотрите, какая красота. И сделала вот здесь, где ворота, брамы. Не буду открывать. И заодно я подняла уровень, и теперь у нас нормально закрываются брамы. И практически абсолютно нет зазора. При этом брамы открываются, всё замечательно. В общем, я с собой очень сильно довольна. Всё, ребят, на этом прощаюсь. Бруно гавкает, меня зовёт. Всем хорошего дня, позитива, мира, любви. Всего самого новичного. И до новых встреч на моём канале. Папа, бузячки! До новых встреч! Продолжение следует...